Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой важной вещи, как видеорегистратор для систем видеонаблюдения. В частности, IP-видеорегистратор для IP-камер. И сегодня речь пойдет о таком очень известном концерне популярного в Китае, Dahua, как хотите, так и называйте, Dahua Technology. У меня есть отдельное видео о том, как доставлять посылки непосредственно Республику Крым, что с материковой части России, что с Китая. С Китая не доставляют. Пришлось искать непосредственно производителя или поставщика. Нашел магазинчик, ссылочки будут в описании. На всякий случай, если вы с материка, то на китайские версии, потому что там это дешевле. Какой IP-видеорегистратор стоит, с поя питанием, прошу заметить, стоит порядка 15 тысяч рублей. Мне удалось его приобрести за 8 990, потому что сейчас действует распродажа. Здесь для понимания есть камера. Камера у нас каркамовская. Тоже объясню, будет отдельное видео по камере. Сейчас речь пойдет о регистраторе. Если честно, я о нем знаю ровно столько, сколько, наверное, видео. Я с критериями выбора и непосредственно приобретения руководствовался. Самое главное, чтобы он поддерживал хор и питание. Поставляется это все в коробочке. Здесь у нас бумажки. Сама упаковка интернет-магазина. И вот такой вот карабас у нас. IOS Easy for IP поддерживается. IOS этот, как его, IOS Android. Что у нас здесь есть? Во-первых, уже понимание, что здесь упаковка хоть какая-то цифрово-букленное обозначение в плане перевода на русский язык. Поддерживается у нас P2P-соединение, HD-запись, вплоть до 4К, до 8 Мп соответственно камеры поддерживаются. В моем случае это 2-мегапиксельные камеры. По и питание здесь присутствует. Все остальное, вот честно, я об этом пока не силен. И нужно понимать, если вы подключаете IP-камеры, если они поддерживают у вас ПОИ питания, надо понимать, что по интернет-кабелю питание не идет. Нужно, чтобы это питание, фантомное питание, давал либо коммутатор, либо видеорегистратор. Для того, чтобы не приобретать отдельную вещь в виде ПОИ-коммутатора, можно искать, ну, нужно искать IP-видеорегистраторы, которые поддерживают фантомное ПОИ питание. И эта модель должна полностью соответствовать моим критериям выбора. Не прошу не обращать внимания на пересвет, если они будут, потому что из кулика все-таки солнечная. И сейчас солнышко, сейчас стучки. Что у нас, во-первых, давайте поговорим о комплектации. Моделька вот где-то здесь будет обозначена. Собственно, это карабасик, примерно 30 на 25 сантиметров, металлический. На сайте он был представлен как в белом пластиковом корпусе. Но мне перезвонил менеджер сразу же и сказал, что моделька пластиковая в белом корпусе одна в Новосибирске. В Москве на складе есть непосредственно то же самое, только в металле. Вроде как доработана, улучшенная модель. Я не стал спрашивать, в чем она доработана. Вот, собственно, вот такой вот карабасик. Коробочка у нас черненькая, пожалуйста. Самое главное, это вот эти вот коэ порты. Их здесь 8 штук. Пока что я люблю. Чем больше, тем лучше. Бывает еще на 16, на 32. В эту тематику я начинаю погружаться только, вот только начал. Поэтому не судите меня строго. Если какие-то моменты есть, и вы знаете лучше, а вы, скорее всего, знаете лучше меня, обязательно пишем в комментариях. Что у нас здесь есть по портам? Естественно, кабель LAN-овский RJ45 подключение проводного интернета. И дальше идут вот эти вот 8 портов. Они непосредственно кабель приконекчивается, точнее обжимается RJ45 и вот точно такой же идет в камеру. Сейчас покажу. И от видеорегистратора тянется непосредственно до каждой камеры. Кроме этого, ничего делать не надо. То есть у вас камера питается по одному проводу вместе с интернетом. Можно питать отдельно. То есть на каждую камеру вешать розетку. Это не очень интересно. Почему? Потому что надо продумывать систему электроснабжения непосредственно каждой камеры. Потому что одна камера в одной части дома, а другая камера в другой части участка и так далее. Помимо этого у нас есть VGA-шный, по-моему, разъем. Дальше у нас есть Audio-In, Audio-Out, HDMI и USB 2.0. Также спереди у нас есть USB 2.0, логотипчик бренда. Мне нравится, как он выглядит. Естественно, он раскручивается, поставляется без жесткого диска. Поддерживает конкретно эта модель до 6 терабайт. Мне более чем достаточно. Я думаю, что в первое время я буду устанавливать сюда 2 терабайта. Это примерно, чтобы вы понимали, наверное, если в среднем 40 гигабайт, 20 гигабайт камера, 40-40 гигабайт. Короче, достаточно длительные. Сейчас не буду я в цифры вникать, потому что я слета не посчитаю. Ну, в общем, больше точно 10 дней. Это ему более чем достаточно. Может быть, до месяца дотянет. В общем, сюда 2 терабайта будем заказывать. Здесь есть крепление непосредственно, есть какая-то техническая информация, сколько питания, есть все логотипы бренда. Это все разворачивается, раскручивается. И непосредственно сюда устанавливается жесткий диск 2.5, 3.5, как вам будет удобно. Также в комплектации. Давайте вот сюда камеру поставлю. А непосредственно сам видеорегистратор поставлю. Лицевая панель, она не нравится, что это матовый, порошковая краска какая-то. Что у нас есть в комплекте? В комплекте у нас, естественно, есть мышка. Потому что вы ее подключаете, первоначальные и вообще настройки делаете до того, как вы подключитесь через систему Android или iOS. То есть вы первоначальные настройки будете делать непосредственно напрямую к регистратору. Дальше. У нас есть блок питания. Здесь он весит больше, чем сам видеорегистратор, потому что внутри там только плата и больше ничего нет. Обычные 48, сейчас мы посчитаем. Дальше есть стандартный патч-корд. Здесь, наверное, длина метр. Наверное, больше для быстрой проверки. Тоже в комплекте есть и, в принципе, это хорошо. Вообще мне нравится внешний вид, комплектация, по крайней мере, подача. Потому что вот как раз-таки этот очень смешной по названию бренд Дахуа, Дахуа, он как раз-таки это у нас к блоку питания. Блок питания, в общем, занимает больше места, чем сам IP-видеорегистратор. Дальше здесь у нас есть крепление, как я понимаю, под жесткий диск пакетик. Есть мануалы на английском. Я, может быть, найду даже на русском. Тоже в комплекте есть сюда. Здесь есть QR-код. Он тоже для чего-то нужен. Есть схема установки жесткого диска, то есть HD-инсталляйшн-гид. Все очень просто. И вот два таких замечательных провода. Я тоже в этом особо не секу. Я тут понимаю, что это питание на жесткий диск и еще что-то на жесткий диск. В общем, весь старт-гид для непосредственно свободной начала работы с этим видеорегистратором здесь присутствует. Вот так это все аккуратненько в коробочке лежит. Даже вот так это все лежит. Это все упаковано сюда. Сейчас, наверное, никакого смысла подключать его к компьютеру. Я не вижу к монитору. Я не вижу. Почему? Потому что, во-первых, надо выводить непосредственно уже видеоизображение на камеру. У меня это все будет в очень интересной интерпретации. У меня все это будет в очень интересной интерпретации, чтобы вы понимали, да? Мы сейчас посмотрим на камеру. Чтобы, если кто смотрит, то такие же ламеры в этом деле, как и я, чтобы они понимали, что такое POE. То есть, у нас есть камера с поддержкой питания POE. От этой камеры у нас выходят два провода. Это питание, power, и кабель LAN, интернет. Вот можно питаться только вот через вот этот кабель LAN. RJ45 сюда, RJ45 сюда, и все. И вот этот кабель, на который питание, он не задействуется. Он прячется по логике вещей, и по-хорошему он прячется в монтажную коробку. И камера, соответственно, установлена, она висит либо на стене, либо на столбу, на столбе, на столбе, либо на столбе. И все. И, соответственно, получает изображение сюда, фиксируется. Что поддерживает, помимо всего этого, поддерживает данный видеорегистратор? Во-первых, он поддерживает детектор движения, то есть срабатывает на движение. Все это мы будем с вами разбираться и обозревать непосредственно уже при подключении. Конкретно каждую камерку я тоже распакую и расскажу, почему мой выбор пал непосредственно на то, на что я купил. Почему? Потому что камер очень много, все они китайские, но Китай, Китай рознь. И ценовая политика уходит от 4 тысяч рублей, вообще от полутора тысяч рублей, скажем так, с Алиэкспресса до космоденег, там, за 60 тысяч рублей есть. Потому что у меня помимо цилиндрической камеры есть купольная камера. Купольная ПТЗ камера, которая, ну, скажем так, я ее взял, потом расскажу за сколько, а стоит она порядка, там, оверпрайз. Вот такое вот видео было именно про видеорегистратор, видео про видеорегистратор. Это очень доступная модель с официальной гарантией, с известным брендом, китайским, но известным. И она подходит по всем, эта моделька подходит по всем моим параметрам. Самый главный параметр это поддержка по и питанию. Если вы ищете именно такое, то вы попали на правильное видео. Вот, я понимаю, что я, наверное, соберу какое-то количество хейта, что я его не подключил и не показал. Но в большей степени это вообще знакомство, это видео о том, что существуют такие модельки. Многие из вас, каждый, мы знаем, что существуют. Ну, вот я с самого начала начинаю в это погружаться и будет серия видео про это. Отдельно про видеорегистратор, отдельно про камеры, потом все вместе подключаем. В каких условиях подключаем? Одно дело подключить это все у себя в квартире, со стабильным интернетом, с электричеством из розетки. А мы будем подключать это все в поле. Поэтому вы должны понимать, что дальше будет интересно. В общем, как-то так. Спасибо за просмотр. Подписывайся или комментируй. Обязательно ставь лайк или дизлайк. Плать дизлайк, если не понравилось. Пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok